Тульская служба новостей в эфире телеканала ТНТ Тула. Здравствуйте! В студии Юрий Зайцев и Светлана Мулыкина. Смотрите сегодня в выпуске. Что происходит с тульскими дорогами? В решение проблемы вмешался губернатор. Перезагрузка по-тульски. Зачем создают общественные советы и кто хочет попасть в их состав? За сутки до матча. Арсенал завтра сыграет с Уралом из Екатеринбурга. 8 марта. Выходной день не для всех. В Туле продолжили ремонт дорог. Привели в порядок 600 квадратных метров. Пять бригад выполняли работы на проспекте Ленина, улицах Станиславского, Рязанской, Максимовского, Олексинском шоссе и по ряду других адресов. Восстановление разрушенного асфальта продолжалось и сегодня. Губернатор Алексей Дюмин выехал лично на один из участков, где проводились дорожные работы. Его сопровождал наш корреспондент Сергей Речиц. Улицы Тулы моют шампунем, а ям на асфальте скоро не будет. Об этом Алексею Дюмину рассказали дорожники. Губернатор с проверкой объехал центральные тульские улицы. Часть из них ремонтируют, другие убирают после зимы. Вывозят мусор и остатки реагентов. Скажите, силы средств, те, которые задействованы, они справляются с тем объемом? Достаточно, да. Вот смотрите, мы после вашего поручения у нас производительность и труда увеличилась, и объем производимых работ до 4000 в неделю. То есть, если до этого мы делали по 2000-1800, то сейчас уже этими бригадами сделаем 4, ну и возможно даже больше. Ямы на городских улицах сейчас закатывают литым асфальтом. Технология не дешевая, примерно в 4 раза дороже традиционного ремонта. Но, как заверил глава городской администрации Евгений Авилов, эффективны. Заплатки могут держаться несколько лет. На сегодняшний момент мы уже выполнили ремонт порядка на площади больше 10 тысяч квадратных метров. Это объем, который реально превышает объем прошлого года. По порядку 40 улицам у нас закончен уже этот ремонт. Сейчас на тульских улицах работают 7 дорожных бригад. Еще 15 трудятся на уборке города. Необходимое оборудование, значит, необходимо, все есть в наличии, да? Все есть, да. Какие-то проблемные вопросы есть? Нету. Губернатору рассказали, контракты на ремонт дорог уже заключены. Как только позволит погода, ориентировочно в мае на тульские улицы выйдут дорожные бригады. Кроме укладки асфальта на городских магистралях обновят разметку. Делать это будут в первую очередь около детских садов и школ. Часть работ перевести в ночное время, либо после часа пика. Потому что днем в центре города делать, мы создаем неудобства и создаем пробки. У нас загруженность, мы видим, в каком она объеме. И переход после вечернего времени в ночное время, естественно, это снизит нагрузку и количество жалоб, кстати, тоже. В рамках межрегионального партнерства в Тулу из Москвы передали более 20 единиц спецтехники. Коммунально-дорожные машины, трактора, погрузчики. Часть техники спецавтохозяйства купила самостоятельно. И людей, и техники заверили в организации достаточно, чтобы все работы сделать в срок. А он жесткий. Алексей Дюмин поручил привести Тулу в порядок в ближайшее время. Сергей Речиц, Андрей Ремезов, Тульская служба новостей. В Тульской области началась очередная перезагрузка. Перезагрузка 71, так называется, проект по отбору кандидатов в состав инспекции при комиссии общественной палаты, общественных советов при органах власти, региона и муниципалитетах. Кандидатов становится все больше, и в их числе есть достаточно известные туляки. О целях, ради которых создаются новые общественные структуры, следующий сюжет. Закон об основах общественного контроля с этого года заработал в полную силу. В Тульской области идет формирование общественных советов при органах исполнительной власти региона и муниципальных образований. Теперь у неравнодушных граждан появится возможность общаться с чиновниками напрямую. Если предложения окажутся конструктивными, то есть все шансы, что их рассмотрят на уровне министерств и ведомств. Платформа общественного совета на сегодняшний момент – это, естественно, та платформа, которая дает возможность высказаться и донести свою точку зрения до чиновников, которые обладают компетенцией по регулированию того или иного направления. И здесь мы очень надеемся, что нас услышат. Большинство кандидатов в гражданские советы – те, кто и раньше принимал активное участие в жизни области. Руководители общественных организаций, советов ветеранов, гражданские активисты. Именно уход от присутствия в советах чиновников в общественной палате называют сутью проекта «Перезагрузка». Фактически, общественные советы вообще никому не должны подчиняться. Ни самой палате, ни министерствам, при которых они создаются. Много задач сегодня, вы знаете. Это реализация тех же программ «Любимый дворик» и «Открытый регион». И вот сегодняшняя программа благоустройства, которая распространяется на моногорода, в том числе и Туну, и ряд еще наших, то есть президентская программа, которая стартовала в регионе, тоже очень важно. Это как раз будет один из тех, наверное, приоритетных направлений, которым будут заниматься общественные советы. Именно общественного контроля в этом направлении. Деньги выделяются немалые, и срок реализации программ очень небольшой, и вот тут необходим, очень важен именно общественный контроль. Всего будет сформировано 29 общественных советов при органах исполнительной власти. В каждом по 15 человек. Плюс заработают 26 советов при муниципальных образованиях, а также 9 комиссий общественных инспекторов. По замыслу авторов закона они будут не только продвигать гражданские инициативы, но и следить, чтобы чиновники работали эффективно. Политика и журналистика работают по законам шоу-бизнеса. Если ты выпадаешь из поля видимости хотя бы на год, о тебе быстро забывают. Общественные советы предоставляют людям с активной гражданской позиции шанс остаться в публичном пространстве, не возлагая на себя какой-либо ответственности. В наших реалиях общественный совет вне зависимости от профиля всего лишь витрина на кадровом, электоральном и, не побоюсь этого слова, брачном рынке. Прием заявок в общественные советы продлится до конца марта. В кандидаты уже записались больше полутора сотен человек. Окончательное решение о составе советов примет общественная палата региона. Светлана Денброва, Сергей Речис, Андрей Ремезов, Тульская служба новостей. 168 административных правонарушений было выявлено в 2016 году в Тульской области органами Государственного земельного надзора. Об этом на пресс-конференции рассказал министр имущественных и земельных ресурсов Тульской области Михаил Пантелеев. Сумма штрафов составила 973 тысячи рублей. Одним из серьезных действий в наведении порядка с землей стало формирование перечных участков для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям. В него включено 318 территорий. Еще 146 участков учтены для выделения их другим льготным категориям граждан. Кроме того, определена кадастровая стоимость более чем 1 миллиона 360 тысяч объектов капитального строительства. От этого, напомним, зависит величина налога на имущество. Также совместную работу с управлением Росреестра по Тульской области и управлением ФНС по Тульской области, результатом которой стало определение на текущий год перечня из более 5 тысяч объектов недвижимости, в отношениях которой налоговая база по налогу на имущество организации определяется как кадастровая стоимость. На комплексное благоустройство Тулы в этом году потратят свыше полутора миллиардов рублей. Сумма немалая, она будет распределена по подпрограммам. В каждой из них свои задачи – благоустройство дворов, скверов, тротуаров и других объектов городского хозяйства. Но результат в любых вложениях будет сомнительным, если сами тулики не будут соблюдать порядок. Еженедельно городским службам приходится сталкиваться с такой проблемой, как брошенные автомобили. Как ее решают, расскажет Илья Логинов. Тройка железных коней уже более 20 лет украшает исторический центр города. Автомобили незыблемо стоят посреди двора седьмого дома по улице Благовещенской. Заброшенные машины доставляют неудобства не только автомобилистам, но и пешеходам. Жильцы нашли владельца брошенных машин, но выяснить отношения мирно не получилось. Мы даже поссорились, потому что я говорю, что это общий двор, и тут должен быть какой-то порядок. Но он не смотрит на это. И как бы я много ему говорил, у него тут три машины стоят. Хозяин авто считает, что имеет полное право на бессрочную парковку во дворе. Это законом не запрещено. У городского управления по административно-техническому надзору нет полномочий принимать меры в отношении автохама. Тем более, что на машинах есть регистрационные номера. Видите, что регистрационного знака нет, вернее, есть с номерами. То есть это уже не наша компетенция. Мы ничего не можем с ними сделать. В данной ситуации можно обратиться в ГИБДД. И только тогда есть шанс, что авто вывезут на спецстоянку. Поможет и обращение к местным властям. Глава Центрального района о проблеме узнал от корреспондентов нашего телеканала. И обязуется заняться решением вопроса. Если есть собственник у автомобиля, он обязан за него. И если нахождение автомобиля нарушает правила благоустройства, он обязан его исправить справа, иначе он будет оштрафован. В данном случае это рассматривается не как транспортное средство, но как, скажем, наверное, элемент такой загрязнения окружающей среды, если у него вид соответствующий. Там, например, разбитые стекла, да, или нет дверей, используется по непонятному назначению. Жители района не намерены больше мириться с брошенным транспортом. Если администрация не сможет помочь, они намерены самостоятельно перевезти машины на свалку. Однако инициатива наказуема. Уголовный кодекс расценивает это как неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. За это может грозить внушительный штраф. Или лишение свободы сроком до 5 лет. Илья Логинов, Андрей Ремезов, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. С начала года газовые службы провели проверку в квартирах и домах более 12 тысяч туляков. В 147 случаях плиты и колонки приходилось отключать от сети. Самые распространенные причины – аварийное состояние оборудования, его несанкционированное подключение, утечки на соединениях. Кстати, последние регулярно становятся поводом для вызовов аварийных служб. Ежемесячно поступает порядка 500 обращений от жителей. И в продолжении темы с неожиданной проблемой пришлось столкнуться с жителем одной из квартир дома на улице Кутузова. Уже несколько месяцев они вынуждены жить без горячей воды. Им единственным во всем доме запретили использовать газовую колонку. В проблеме разбирался наш корреспондент. Это газовая труба, идет газ, этим вентилем перекрыли газ. Специалисты горгаза повернули вентиль более двух месяцев назад. С тех пор жильцы остаются без горячей воды. Полное несоответствие нормам безопасности – так объясняют причину коммунальщики. Дом 45-го года постройки. Вентиляцию в нем монтировали, опираясь на нормы того времени. Вытяжка есть только одна, но по нормативам их должно быть минимум две. При подключении водонагревательной колонки к дымоходу выяснилось, что тяга отсутствует. Мы живем здесь с 98-го года, и проблемы у нас никогда не было с газовой колонкой. А когда представители ЖЭО пришли, посмотрели, сказали, ничего страшного, вода у вас холодная есть, будете греть ведра и мыться в тазиках. В общем-то, в проблеме у вас все, ждите. Специалисты горгаза проводили плановую проверку газового оборудования и обнаружили разрушение перегородки между дымовым и вентиляционным каналом. Это могло привести к отравлению жителей угарным газом. Колонку отключили и опечатали. Необходимо провести дорогостоящую реконструкцию всей вентиляционной системы. Возобновление газоснабжения в данной квартире и подключение газовой колонки будет возможно после того, как в адрес компании «Тулу Горгаз» управляющая компания, обслуживающая данный дом, предоставит акт об исправности дымовых и вентиляционных каналов. Жильцы также уверены, что дымоход – общедомовое имущество. Значит, бремя ремонта лежит наука. Однако директор компании «Ремстройсервис» отказывается брать на себя ответственность. Он считает, что проблему должны решать сами жильцы. Учитывая, что, конечно, это первый этаж, это достаточно дорогостоящая конструкция. Значит, ну, сами представляете, на пять этажей выше кровли должен выйти дымоход персональный. Вот. Кто этим должен заниматься? Но в любом случае управляющая компания никаких реконструкций, никаких капитальных работ не проводит. Пока идут споры между газовщиками и управляющей компанией, жильцы вынуждены жить без воды. Илья Логинов, Софья Кириллова, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. У Тулы есть все шансы быть не только оружейной столицей России, но и столицей дюдо. Федерация дюдо России утвердила Тулу местом для проведения Кубка Европы среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир пройдет в нашем городе 1 и 2 апреля. В соревнованиях примут участие более 700 сильнейших спортсменов континента из 40 стран. Точные цифры станут известны позже, после регистрации. Ну, а сами соревнования пройдут в спорткомплексе парка «Отель Грумант». Тульская медиагруппа «ЭТСН-24» в числе основных информационных партнеров соревнований. Ищите подробную информацию на нашем сайте и выпусках новостей. Завтра в 19 часов на центральном стадионе Тулы «Арсенал» примет Екатеринбургский «Урал». На данный момент клубы в турнирной таблице разделяют 5 очков. «Урал» идет с 17 баллами на 12-м месте на счету красно-желтых 12 очков и предпоследнее 15-е место. Встреча с екатеринбургцами станет для «Арсенала» второй битвой за 6 очков. Обе команды борются за выживание в Премьер-лиге. Напомним, первую игру «Тулики» проиграли, уступив 0-3 Оренбургу. Поражение от прямого конкурента болельщиков опечалило, но оптимизма они не теряют. В домашнем матче при поддержке трибун уверены фаны «Арсенал» возьмет очки. «Уверен в победу, конечно же. 1-0 в пользу «Арсенала». Выигрывайте, только победа нас спасет. Больше ничего. Дальше ждать будет все труднее и труднее. Я думаю, победа будет за нами. «Арсенал» играет в родных стенах, и я думаю, что это поможет «Арсеналу» победить в завтрашнем матче. Будем надеяться, что при родных трибунах команда победит. Оставки твои. Ну, думаю, что в один мяч «Арсенал» выиграет. Некоторые болельщики, правда, скептичны и считают, что «Арсеналу» поможет только чудо. Впрочем, Тула на чудеса богата. В этом убедила съемочная группа проекта «Ключ от города». Он выйдет в эфир сразу после новостей. Сегодняшний выпуск будет посвящен счастливым тульским приметам. Бытовые проблемы, сложности с деньгами, ссоры с любимыми. А ведь так хочется, чтобы в нашей жизни было больше поводов для оптимизма. В сегодняшней программе «Ключ от города» мы собрали для вас самые счастливые тульские приметы. А еще расскажем о людях, которые эти приметы создают своими руками. Новые арт-объекты Тулы обрастают приметами в рекордно короткие сроки. Причем источником добрых традиций без преувеличения можно назвать самих жителей города. В новом выпуске программы мы решили разобраться, кого и где нужно погладить, куда бросить монетку и что сказать новым скульптурам оружейной столицы. Экспертом программы стала скульптор Марина Лагунова. На ее счету сразу несколько счастливых памятников, которые пользуются у туляков особой популярностью. Каждая примета, каждая легенда – это дополнительный такой плюс, дополнительный бонус к тому, чтобы наш мир становился интереснее. Кстати, съемочная группа проверяла все приметы на себе. Честно можем сказать, многие реально работают. Светлана Мулыкина, Игорь Щепотиев, Тульская служба новостей. Свет, как автор программы, скажи, какая примета работает на 100%? Ну, мы бросили монетку в УПУ, подозреваю, что скоро вернемся снимать половодье. Такими были новости этого дня. По традиции, мы попросили туляков поделиться информацией о наиболее значимых событиях в их жизни. Выезжал в Ясную Поляну, прогулки делал там. Все было прекрасно, и неделя прошла очень хорошо. С родителем поедем на выходные в области. Просто прогуливался, прекрасная погода. Выходной был 8 марта. Сегодня вот выходной нужно посвятить каким-то домашним делам. Нам устроили необыкновенный подарок мужчины, поздравили нас 7 марта, спели нам все песни караоке. И рождение внука было 5 лет 3-го. Замечательные новости произошли. Встречались со своими внуками, играли с ними в парке. Прекрасно привела, приехала в гости к внучке. Пироги пекла, гостей встречала, подарки принимала. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этой минуте сразу после выпуска новостей. Смотрите прогноз погоды. Ведущая программа Алиса Сокол поделится самой достоверной информацией. Ну а больше новостей ищите на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Делитесь также своими новостями. Телефон редакции 254545. Смотрите Тульскую службу новостей ежедневно по будням 14 и 19.00, а также на канале YouTube. С вами были Юрий Зайцев и Светлана Мулыкина. Хорошего вечера. Далее реклама. Разбуди свою красоту. Студия красоты ЮНОНА. Телефон 30 93 87. Как заставить работать управляющую компанию? Куда обратиться, если ваши жалобы остаются без ответов? К нам ни скорая не проедет, ничего. Это уже заколебались мы. Чтоб ты лопнул. Что делать, если нет отопления? Дом остался без воды, а благоустройством двора никто не занимается. Как мы будем на вертолете летать? Не надо придумывать. С воды падают, значит упадет на руку. Проект Тульской службы новостей. Программа «Проблема» спешит на помощь туликам. Мы разберемся в любой проблеме. В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. С вами Олеся Сокол. Здравствуйте. Славяне верили, что именно 10 марта необходимо молиться Тарасу Бессонному, который помогает избавиться от лихорадки. Чуть позже подробнее об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В городе Алексине градусник термометра покажет 0,6. В Ефремове – минус 1,4. В Белеве – 0,7. В Новомосковске – минус 1,4. По прогнозам 10 марта температура в Туле будет колебаться от 0 до плюс 6. Облачно с прояснениями. Влажность воздуха 72-80%. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. 10 марта в магнитных бур не ожидается. Условия очень комфортные. В православной церкви почитается память священнослужителя Тарасия, который прославился своими добрыми делами. Выступал как защитник слабых и обездольных. Занимался сооружением многочисленных больниц и приютов. 10 марта обращали внимание на всякие приметы. И если в этот день дверь неожиданно сорвалась петель, то жди беду для всей семьи. А если слышно карканье ворон, то лето будет ненастным с большим количеством дождей. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Леся Сокол. Увидимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова